Музыка Ката это в первую очередь максимально эффективные способы управления своим телом в бою. Но понять эти максимально эффективные способы можно только в приложении к противнику. Поэтому бункай это очень важная часть работы с движением ката. Это собственно и есть вот этот способ приложения своей эффективной работы тела к своему оппоненту. Это способ работы с точкой контакта, это способ работы с его центром тяжести, это способ воздействия на него. То есть на самом деле без парной работы ката могут остаться навсегда, не более чем красивой гимнастикой. Парная работа это не менее важная часть работы с ката, чем его изучение. Поэтому бункай это чрезвычайно важная часть подготовки в каратэ. Значит, ну прям бункай в нашей школе уделяется очень много внимания, потому что считается, что ката беспарная работа существовать не может. Как говорят на Окинаве, если вы отрабатываете ката только как движение, да, то это есть такое понятие хана, но каратэ, цветочная каратэ. То есть красивая гимнастика, которая никогда не перейдет в боевой аспект. Вообще очень важно понимать, какое значение занимает ката в структуре подготовки. Она занимает центральное значение. Но еще важно понимать, что ката рассматривается в первую очередь как обучение своего тела максимально эффективной работе, максимально эффективному управлению этим телом, которое необходимо для поединка. Вы, наверное, знаете, что у нас есть такое ката-санчин, да? Ката-санчин является фундаментальной базой. Оно обучает так называемой фундаментальной структуре тела. Если очень просто объяснять, да, это способ объединять тело в едином центре и из этого центра этим телом управлять. То есть фактически ката-санчин объясняет, где найти в теле силу и как эту силу реализовывать. Все остальные ката – это то, что называется санчин-гоши. То есть проявление санчин вовне, проявление структуры тела санчин вовне. Но понять это проявление структуры тела беспарной работой невозможно. Еще очень важно понимать, что работая с бункаем, то есть мы очень часто бункай рассматриваем как законченный трием. Это немножечко литарно, то есть по крайней мере в рамках нашей школы. В рамках нашей школы бункай – это способ реализации структуры тела на противнике. Их может быть больше, чем один. Это раз. И два. Очень важно еще понимать, что для того, чтобы этот способ понять, нужно иметь ключи. Эти ключи показывает настану. К сожалению, без этих ключей очень часто работа с движениями ката превращается в бункай творчество. Что само по себе неплохо, но иногда это очень сильно уходит от сути. То есть мы видим, на самом деле, в мире каратэ существует очень много цветистых, красивых бункай, которые очень классно выглядят на показательные выступления, но которые практически невозможно применить в поединке. Фишка заключается в том, что всегда техника, которая является, собственно, унгоку, да, ну, еще второе, другое значение бункай, это техника простая. Простота техники – это, как правило, показатели ее верности. И еще один момент. Для того, чтобы прийти к этой простой технике, то есть, смотрите, мы с вами должны пройти путь. Вот мы делали-делали санчин, сформировали структуру тела, потом мы делали движение ката и поняли, как эту структуру тела реализовывать, да, сохраняя внутри. Но теперь нам нужно с вами, собственно, понять, как эту структуру тела приложить к противнику. Если ученику показать сразу технику, то этот путь будет длиннее. Ему очень важно постепенно, шаг за шагом, объяснить, как ему к этой технике прийти. Поэтому, как правило, существует такой раздел, который очень часто все, очень, не все, вернее, очень часто некоторые игнорируют, это ступенчатые подводящие упражнения. Вот в школе Гудзюрю такими ступенчатыми подводящими упражнениями часто очень является то, что называется, да, УДЭТАНРЕНА, ЛИТАЯ АТАРИ. Подготовка тела, подготовка рук, подготовка ног. То, что воспринимается как набивка. В Гудзюрю нет набивки, я открою великий секрет, да? Ну, то есть, скажем так, набивка – это такой дополнительный бенефит. В Гудзюрю есть только работа со структурой тела. То есть, когда мы даже делаем базовую набивку, да, мы не набиваемся. На самом деле мы боремся за что? Мы боремся за равновесие, мы боремся за зону ваки, потому что если ваки открыт, тогда рука отсоединена от спины, да? Мы боремся за сохранение структуры. То есть, если я в набивке работаю вот так, да, то, соответственно, мой оппонент находится в сохраненной структуре и постоянно меня разрушает. Поэтому упражнение… Давай тут. Сохранение структуры. Как работают с бункаем, например, в като, да? Вот как мы подходим через эти подводящие упражнения. Я сейчас очень коротенечко покажу на примере такого движения като-силюнчин, которое есть и в других стилях, поэтому, может, будет интересно, которое выглядит вот так. Первое упражнение, которое я всегда даю ученикам, оно очень тоже похоже на набивку, тоже является работать со структурой, выглядит следующим образом. Ищ! Или шаг вне. Ищ! И! Сан! Щи! Обратный зацеп. Ищ! И! Сан! Щи! Вот это упражнение делается достаточно долго. Пока человек не привыкнет ловить момент собранности в этом движении. Следующее подводящее упражнение – это, собственно, базовый бункай. Все базовые бункаи не являются боевыми техниками, как правило. Все базовые бункаи являются подводящими упражнениями. Почему они выбраны, например, у нас в школе для сдачи экзаменов? Потому что человек, который сдаёт экзамены, он, как он может применять технику в поединке, покажет. Базовый бункай должен показать, как он умеет работать своим телом. Насколько он понимает работу тела в этом движении и как. Поэтому захват. Вот оно, базовое упражнение. Крепко. Если я попробую отсюда повести руки вверх, да, человек меня выведет из равновесия. Потому что с точки зрения работы ската, да, это неправильно. Вот, правильно. Соответственно, если я работаю правильно, да, это в чистом виде тренажёр для работы со спиной, да. Так же точно, как и следующий бункай. И когда мы, наше тело, научили вот этой всей истории, да, тогда уже можно человечку давать упражнения, которые объясняют, собственно, зачем это всё, да. И вот здесь очень важно понимать, что вот это зачем, эта штука достаточно универсальная. То есть я сейчас, ну, напоминаю, да, у нас идёт движение бам-бам, да, перед этим работа с локтем. Мы пока убираем работу с локтем, потому что это чуть сложнее. Мы сейчас работаем с центральным ядром этого движения, и тогда будет понятно. Крепко. Эта история, вот теперь самое приятное. Как только человек освоил, что он может, да, работать с равновесием, может забирать руку, работать с центром тяжести, да, ему начинают объяснять, что эта история универсальна. Например, да, ничего не меняется, и не надо, чтобы он держал меня за рот. Принцип тоже. Теперь наступает время такой штуки, которая называется уче-хиче. Уче-хиче – это сквозная логика движения ката внутри стратегии. Ката сиюнчин – это ката борьбы. То есть это ката, где идет работа с бросками, облюдением из равновесия и с противодействиями. Соответственно, уче-хиче – это очень интересная вещь. Вот люди, которые создавали ката, они были гений. Эта штука объясняет, а почему вот эти движения связаны в одну дорожку, да. То есть они объясняют сквозную логику. Сначала посмотрим на первое движение, да. Человек вас схватил за руку, за плотку, за руку, за шею. И хочет в этот момент дернуть вас к себе. То есть мы рассматриваем конкретное действие введения из равновесия. Если вы будете сопротивляться, да, то вы ему поможете. Сиюнчин предлагает совершенно, на мой взгляд, гениальную штуку и очень простую. Вместо того, чтобы сопротивляться, да, вы даете ему дернуть его к себе, но к нему прилетает такой камень, очень устойчивый, с острыми углами. А дальше начинается работа с ядром. После очень эффективного удара локтем. И теперь мы вспомним, что у нас дальше идет вот это движение, да. И вот это самое интересное. Мы пришли сюда, начали атаковать локоть. Смотрите, если я уже забрал локоть сюда, я забрал его в центр тягости. Самый простой способ защиты, защитить локоть в этой ситуации, это поднять. И если мы вспомним, что дальше идет сиюнчин, то смотрите, я пытаюсь атаковать локоть, он его начинает поднимать почему-то. И я иду по локтю. И у нас вся картинка схлопывается в единую логику. Да? И буквально еще два слова. Вот если говорить про единую логику, я как бы разбирая, сейчас, две минуты еще, разбирая ката, наслаждаюсь вот именно этой совершенной логикой, которая в него заложена, да. Мы уже говорили, что очень часто техники работают потому, что противнику не остается другого выбора. Вот ката сапай, например, есть вот такое движение. Смотрите, что происходит. Человек вам наносит удар ногой. Еще раз. Вы сильно выводите его из равновесия. В этой ситуации у нее остается два варианта. Вариант первый. Отдать спину. Если он человек достаточно опытный, он этого не хочет. Вариант второй и, пожалуй, единственный. Выкинуть вам навстречу руку. Да? Чтобы не произошло контакт. И, собственно, эту руку вы выкидываете. Естественная очень реакция. Человек согнул локоть, чтобы ему не сломали этот локоть. И наступает вторая фаза. Тоже совершенно замечательная. Я ввожу его из равновесия. А человек, который выходит из равновесия, занимается только одним. Восстановлением равновесия. Совершенно верно. И у него тоже остается только один вариант развития. Да? Не по своей воле. Зафиксировать не по своей воле. Потому что если он, опять же, опытный и понимает, что ему сейчас выведут... Вот. Видите реакцию? Очень естественная. И дальше идет развитие ката. То есть на самом деле, на мой взгляд, очень важно понимать, ката это не только набор техник. Ката это набор потрясающей логики и люди, которые их создавали. Очень тонко, на очень таком, очень правильном слое исследовали реакции, в первую очередь реакции человеческого мозга на возможное развитие ситуации. Поэтому это, так сказать, поле не пахано, изучать здесь еще и не изучать. Все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ